Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте! В студии Елена Нилаева смотрите о выпуске. В Котласе с сегодняшнего дня работает новая компания по вывозу твердых коммунальных отходов. Техника перевозчика вышла на маршрут и процесс работы отлаживается. Отмена популярного рейса авиакомпания «Руслайн» прекратила полеты из Котласа в Санкт-Петербург. Проблемы округов – решаемые и нерешаемые. Котласские депутаты продолжают ежегодные поездки по своим территориям. На территории Котласа с сегодняшнего дня работает новая компания по вывозу твердых коммунальных отходов. Аукцион от «Экоинтегратор» выиграла воркутинская фирма «Топ-офис». Машины уже вышли на маршруты. Процесс работы отлаживается. Контракт с предыдущим перевозчиком компании «Бастион» у регионального оператора закончился. Известно, что оговоренную норму ТКО они вывезли. С сегодняшнего дня мусор на территории Котласа вывозит новая компания «Топ-офис». Это воркутинская фирма. В нашем городе у них уже появилось свое представительство. Идет налаживание работы. Помимо Котласа, компания также зашла на территорию Коряжмы, Котласского, Красноборского, Ленского, Верхнетоемского и Велиготского районов. 23 единицы техники, частично российского, частично иностранного производства, уже приступили к работе. Что касается конкретно Котласа, то в компании «Топ-офис» пояснили. Сюда постарались пригнать в основном двухосные машины. Развороченные предыдущим перевозчиком подъезды к контейнерным площадкам не раз становились поводом для жалоб Котлашан. Представители нового перевозчика также предупредили. В первые дни работы возможны небольшие перебои с вывозом мусора. Все водители иногородние, и им еще предстоит привыкнуть к маршрутам. По всем проблемным вопросам обращаться непосредственно к региональному оператору по телефону, который сейчас на экране. Авиакомпания «Руслайн» прекратила полеты по маршруту Котла-Санкт-Петербург. Отмену рейсов объяснили решением, которое Совет компании по безопасности принял еще в октябре. Тогда администрации Котласа было сделано все возможное, чтобы не допустить отмены рейсов. Глава города лично обращалась во все инстанции – от аэропорта Архангельск и регионального Минтранса до генерального директора компании «Руслайн». Однако с 1 ноября полеты прекратились. Известно, что на сегодняшний день Министерство транспорта области ведет переговоры об организации регулярного пассажирского авиасообщения по маршруту Архангельск-Котлас-Санкт-Петербург с авиапредприятием «Северсталь». Это российская авиакомпания, базирующаяся в Череповце. Маршрут «Котлас-Санкт-Петербург», который обслуживала «Руслайн», просуществовал 8 месяцев. Как отмечают в аэропорту Котласа, рейсы пользовались большой популярностью, самолеты вместимостью 50 человек всегда были заполнены. Депутаты городского собрания в преддверии формирования бюджета на следующий год продолжают плановые поездки по округам. Какие проблемы обозначили жители, что удалось решить, а что никак не сдвигается с мертвой точки. По своим территориям вместе с представителями управления городского хозяйства проехались Николай Завадский и Эдуард Бресель. Год назад котлашане жаловались на плохое состояние дороги по переулку Ракитина, который входит в 6-й округ депутата Николая Завадского. Участок включили в план работ на 2022 год, летом асфальтогранулятам здесь подсыпали большие ямы. Однако полностью проблему это не решило. На следующий год надо еще раз подсыпать, еще раз прийти грейдером. Сейчас уже ясно дело, что в эту погоду этого не сделать. То есть оставляем на контроле. Аналогичная проблема уже не один год во дворе дома Маяковского 9. О, кто испортил дорогу? Это в 2017 году. Ваш журнал. Неоднократно с просьбой отсыпать двор жильцы обращались в городскую администрацию. В итоге действовать решили сами. Чтобы хоть как-то проехать к дому, в прошлом году собственники на 180 тысяч рублей закупили щебень и разровняли проезд. Однако автобусы и автомобили изо дня в день проезжающие к зданию опеки на Маяковского 7А очень быстро вернули дороге прежнее состояние. Значит, первая задача. Дайте грейдер, хотя бы вот эти бугры снять. Вторая задача. Зимой чистить. Вот я сколько, 10 лет в этом доме старше, да? За 10 лет ни разу ни одного грейдера не было. Все своими силами. Некоторые проблемы сдвинуть с мертвой точки удается. По этой проблеме обратился заведующий детским садом, потому что сарай, дровяник для этого дома был построен на их территории. Он мешал установке забора. Видите, там остались эти столбы, а самого забора поставить было нельзя, потому что сарай практически упал на забор. Жители многоквартирного дома уже приступили к сносу хозпостроек. Следующая задача – восстановить забор, чтобы доступ в детский сад был полностью ограничен, как это положено по всем правилам безопасности. Ну, поделали, но нет предела совершенству. А это уже Лиминда, Садовая 7. Дом давно расселен и должен быть снесен. Но для этого нужно перенести с фасада здания газовую трубу. Этот вопрос Управление экономического развития администрации города сейчас огласовывает с Котлос-Газсервисом. Остальные планы, намеченные на этот год Эдуардом Бреселем, а это его округ, выполнены, как он заверяет, в полном объеме. Улица Заводская и площадь возле фабрики кухни заасфальтированы. Улица Садовая, съезды с улицы Советской, переулок, соединяющий Советскую и Спортивную улицы, отсыпаны ПГС. На Бочаге провели уличное освещение. В Лиминском ДК в помещении духового оркестра поставлено новое окно. На следующий год мы планируем асфальтирование улицы переулка Шашкова и улицы Заполярная вдоль перемыкания к переулку Шашкова. Планируем выполнить освещение улицы Ватутина, согласно дорожной карте. Также в ближайших планах найти специалиста по работе с молодежью в пространстве Мануфактура, которая была открыта летом этого года в Лиминском ДК. Также в конце этого месяца в администрации города пройдет совещание по дальнейшему благоустройству Лиминского парка, Белкиного леса и площадки у 91-й школы. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Кто без нужды живет? Узнаете совсем скоро. А твой брат когда уже съедет? Квартиру выберет, купит и съедет. Куплю, если документы все чистые будут. Это я выбираю, выбираю. Это жить.ком. Для тех, кто навыбирался. Климат вашего дома под контролем профессионалов магазина «Энергия». Большой выбор отопительных печей и котлов в наличии. Грамотные консультанты помогут собрать дымоход, подобрать трубы и фитинги. Насосы, радиаторы, теплые полы, обогреватели. Проект системы отопления в подарок. Ждем вас в магазине «Энергия». Котлас. Ленина 176. Внимание! Привоз свежей копченой рыбы от рыбного изобилия. 13 и 14 ноября в поселок Вычегодский. С 15 по 17 ноября в Котлас. Продажи рыбы с Камчатки. Чавыча, белорыбица, семга, тунец, муксун, марлин. Окунь горячего копчения. Саварин, клыкач горячего копчения. Нерка, омуль, кальмар. Икра лососевая, зернистая, первого сорта. Рыбное изобилие в Ичегодском. 13 и 14 ноября в ТЦ «Мармелад». В Котласе с 15 по 17 ноября на цокольном этаже ТЦ «Кристалл». Местное отделение Красного Креста предлагает поддержать мобилизованных из Котласа. Объявлена акция «Сбор необходимых вещей для участников специальной военной операции». Горожане могут принести медикаменты, теплые вещи. Это могут быть, например, балаклавы, носки, перчатки. Принимают и продукты с длительным сроком хранения. Все перечисленное можно принести с понедельника по пятницу с 12 до 15 часов в Котласское отделение Красного Креста по адресу Ленина, 12. Продолжаем программу. Более 500 сообщений поступило в дежурную часть полиции Котласа на минувшей неделе от жителей города и района. Двеяная доля всех преступлений – снова мошенничество. Аферисты, что называется, держат руку на пульсе. Наступили холода, пришло время менять резину на авто. Они тут как тут. Выбрасывают в интернете предложения о продаже зимних колес. На одно такое клюнул Котлашанин. За комплект зимней резины он перевел лжепродавцу 14 700 рублей. Но когда понял, что колеса он так и не получит, обратился с заявлением в полицию. Еще один Котлашанин попытался купить ноутбук в интернет-магазине. Назвал неизвестному пароль для входа в свой интернет-кошелек, после чего у него списались 19 тысяч рублей. 53-летней местной жительницы неизвестные сообщили, что на ее банковском счете закончился антивирус. И чтобы его продлить, нужно пройти по неким ссылкам, что она и сделала. В результате злоумышленники получили доступ к телефону женщины. Зашли в приложение онлайн-банка, перевели все средства, которые были на счете Котлашанки. Вдобавок оформили кредит на ее имя. Сумма ущерба для потерпевшей составила более 300 тысяч рублей. Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают. Представители официальных финансовых организаций никогда не сообщают. Гражданам о проблемах со счетом и тем более не принуждают переводить средства. Сообщения в мессенджерах тоже должны насторожить. Нельзя устанавливать на свое мобильное устройство программы по указанию неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. Сегодня, 8 ноября, Всемирный день исполнения желаний. Большие, маленькие, мимолетные и заветные. Они есть у каждого человека. О чем мечтают жители нашего города, мы узнавали сегодня. Я мечтаю о мире во всем мире. Скорее дойти до центра, в хоре пою, чтобы слова не забыть. Чтобы внук был здоровым, дети были в любви жили, здоровье. Ну и все близкие. Учиться хорошо. И все. У меня одна мечта осталась по кольцу, бы вот съездить на пароходе, на белом пароходе. Хочу куда-нибудь съездить, попутешествовать. Только что приехала и еще хочу. Не опасать на работу. Получить образование. Хочется развития. Было бы здорово, если бы мои дети были счастливы, здоровы. Ну и, конечно, чтобы люди, которых я люблю, были рядом со мной всегда. Чтобы все солдаты пришли домой. На сегодня это все. Смотрите новости нашего города на сайте kotlas24.ru и одноименной группе ВКонтакте. Далее реклама и прогноз погоды. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова